Приветствую вас. Я думаю, что начать свой ответ нужно с того, чтобы уточнить. Вот депрессия у кого? У вас или у него? Мне почему-то показалось, что и у вас тоже есть что-то связанное с депрессией. Вы тут сильно очень переживаете для человека, который, по идее, должен поддерживать своего не самого, как я понял, стабильного партнера. Вот. На мой взгляд, вам начинать нужно именно с этого, именно с себя. То есть, как вы можете что-то сделать, как вы можете его поддержать, если у вас наблюдаются определенные сложности в отношении самого себя. Если вы выбираете такого человека, у которого есть явные проблемы. Это, мне кажется, первым и, наверное, важным моментом. Потому что я, исходя из вашего вопроса, понял только то, что у вашего партнера протекали и протекают, продолжают протекать, какие-то процессы, которые причиняют ему определенного рода дискомфорт. И вы на какой-то момент, ну, по сути, ввязались вот в эту его реальность, преследуя цель какую? Спасти его? Помочь ему? Тем самым, вы, на мой взгляд, сделали ему только хуже. В том смысле, что ему стало, в общем-то, в общем-то, ему стало еще более тяжело, чем было до этого, судя по всему. Хотя, тут я могу ошибаться. Вот. Смотри-ка. Полтора года назад писали. Я начал отношения с человеком, который был влюблен в меня еще со школы. Бапухтин, он был в вас влюблен еще со школы. Хорошо. А вы? Почему вы ничего не пишете про свои чувства? Что смотивировало вас начать отношения с человеком? Когда начался отсчет этих самых отношений? В том смысле, что был ли он отсчет этот? Дальше. Все это время отношения откладывались отлично. Да, ссорились иногда, но умерились, находились всего выход. И здесь надо бы посмотреть, а из-за чего ссорились? Ведь, ну, не просто же так вы ссорились. Понимаете? Вот. То есть, наверное, наверное, были какие-то причины для того, чтобы, ну, чтобы вы ссорились. Понимаете? Какая история. И когда вы мирились, если вы мирились, то очень важно, чтобы вы не просто мирились и находили выход, а чтобы вы приходили к каким-то решениям. Мне кажется, что таких решений у вас краски нет. Не было. Буквально месяц назад человека словно подменили. Месяц назад, за счетом того, что сейчас октябрь, это сентябрь, то есть осень. Насколько я знаю, у людей, у которых есть определенные проблемы с психикой, у людей может быть весеннее и осеннее обострение. С другой стороны, по парагоревой общались, чтобы все было нормально. Так. Перепад настроения, подавленное стыдлость. Ну, обострение происходит, да. Может просто спать в день вечером, не стало ничего пойти, и написывают. Мои проблемы нет, свои проблемы не разглашаются совершенно. Ну, это, в общем-то, такая, знаете, форма истеричности, я бы сказал. То есть, с одной стороны, мы четко понимаем, что у человека есть определенные сложности. С одной стороны, мы это четко понимаем для себя. Но, с другой стороны, мы понимаем, что раз человек их не разглашает, значит, он боится, что его неправильно поймут. Если он боится, что его неправильно поймут, значит, проблема, скорее всего, по большому счету, надумана. Проблема надумана и проистекает из тех установок, можно так выразиться. Проистекает из тех установок, которые очень легко объясняют, очень легко разрушить. Ну, разрушив подобные установки, допустим, человек, вы, ну, как сказать, вы не дадите ему возможности, да? Вот, к примеру, жить так, как он жить хочет сейчас, на данный момент. А на данный момент он хочет жить вот так, как, собственно говоря, он живет. То есть, ну, вот в таком негативе для себя, да? Ну, вот, это, конечно, очень неприятно, но это, к сожалению, на данный момент это правда. И если человек так себя чувствует, если человек так живет, значит, ему это для чего-то нужно. Вот, определить, для чего ему это нужно и что он хочет, можно только если с ним работать. Еще раз повторяю, просто, чтобы вы поняли. А мужчина не говорит вам о том, что происходит только потому с ним, только потому, что боится, что вы разрушите его, как бы так сказать, вы разрушите его представление. Вы разрушите его мир. Он очень боится того, что это произойдет, того, что это может произойти. Вот. К сожалению. Вот. Отсюда его такое вот нежелание вам доверять свои проблемы. Вот. Это такой аспект. Надеюсь, что для себя этот момент вы, ну, как-то определите, да? И будете уже немножечко, немножечко, я надеюсь, по-другому смотреть на то, что он не посвящает вас свои проблемы. То есть, понятно, что человек этого делать не будет, посвящать вас свои проблемы, потому что это разрушит определенное его, ну, такое вот очарование, можно так сказать. Вот. Дальше. Дальше. Дальше идем. Так. Якобы я заинтересованное лицо, я слишком переживаю, я постоянно плачу и вообще я слишком слабая. Анастасия, а насколько это правда? Хочется, хочется вот у вас, знаете, спросить, насколько это правда? То есть, насколько прав, условно говоря, мужчины говорят, что вы, там, постоянно плачете, например, что у вас, значит, ну, есть, что вы постоянно переживаете и так далее, и так далее. То есть, вот насколько человек прав. Это так? Это действительно так? То есть, на мой взгляд, это то, что вам необходимо для себя, опять же, определить. То есть, если вы, к примеру, значит, ну, если вы действительно склонны к переживаниям, вот, то я боюсь, что здесь вот нет все-таки какая-то доля истины в его словах. Вот. Вот. И вам в этом случае нужно будет подкорректировать именно свое поведение, именно свою модель поведения. Я бы так сказал бы. Вот. Дальше. Вообще, общения со мной зашло на нет в течение сентября. Человек признает, что находится в депрессии, психотерапевт уходил только раз, покуда мне известно, то что тут не имеет место быть недоверие. А еще раньше я, я еще знаю, что раньше в школе такие проблемы с головой уже случались, были попытки сфиксировать, но пока мы были в отношениях, я ничего такого не замечал. Ну, как будто какое-то время это могло оккупироваться какие-то процессы у него в сознании. И в сознании, тоже. Дальше. Это почти два месяца я старался подержать, облегал человека, но если только больше раздражал его, якобы я жалею. Ну, я говорю, опять же, а как вы считаете, вы действительно его жалеете? То есть, вот то, что нам известно право, да, что вы слишком переживаете, что вы постоянно плачете и что вы слабы. Я не говорю, что это обязательно так. Ну, не говорю, что это обязательно так. Не хочу сказать, что это обязательно так. Но, тем не менее. Дальше. Значит, сегодня мне было сказано не лично о сообщении, что ничего у нас не получится, так я боюсь, что не выйдут из этого состояния, только потратят со мной время и нервы. Меня, если честно, немножко напрягло то, что вы написали, мне было сказано. Вот я вам совершенно честно скажу, что мне это показалось, ну, несколько странной историей. Вот. То есть, что значит вам было сказано. Он вам мог сказать что-то, но не вам было сказано. Ну, вот. То есть, это, конечно, то, что нужно, ну, то, что нужно преследовать. Вот. В том числе. На мой, на мой взгляд. На мой взгляд. Потому что, если я прав, вот, то на вас это оказывает влияние. То есть, вот, то, что вы и жалеете его, и то, что вы переживаете, и то, что, ну, вы слабая, да? То, что тут эти все ссоры. Это всё нужно корректировать. На мой взгляд. Опять же. Да, на мой взгляд. Я не говорю, что, что я прав в этой операции. Сталиком и полностью. Дальше. Так. Я предлазнила перерыв. Я полностью исчезаю жизни человека. Какой помощи от меня никакой нет. А он начинает лечиться, надеюсь, скобочкой. Надеюсь. То есть, опять. Это выдаёт, знаете, такую, ну, чрезмерную, я бы сказал, чрезмерную заинтересованность в нём. Ну, вот. Что-то, ну, мне так вот, мне так видится. Вот это вот очень чрезмерно заинтересованность. Вы надеетесь, что он будет лечиться. А если он не будет лечиться? Что тогда? Ну, что тогда произойдёт? Что тогда случится? Вы понимаете, какая история. То есть, вот, на мой взгляд, это очень, ну, очень важная история, очень важный момент. Вот. Потому что всё-таки его, как бы, ну, его лечение, да, его, ну, его действия, его здоровье. Это исключительно, целиком и полностью, как мне кажется, его ответственность. Вот. Так что, этот момент, на мой взгляд, нужно также исследовать. Вот. Ну, вот. Ну, вот, опять, понимаете, вот, вы, может быть, скажете, что я придираюсь, может быть, вы скажете так, скажете, что я придираюсь, но... На самом деле, это выглядит вот так, что, ну, просто, вот, что... Вы здесь, как, знаете, вот, в качестве такой жертвы выступаете. Просто. То есть, вроде бы, я понимаю, что это не так. Вот. Вот. Но это ощущение, что вы жертва, да, да, в этой ситуации, она меня не покидает никак. Это ощущение. Вот, что есть место для нас, для меня. А если нет у него места для вас и для, ну, для вас и для вас, как для бабы, то тогда будет. То есть, а он не, разве не продемонстрировал своим поведением, что нет места на данный момент. Понимаете? То есть, это вот, ну, это такая вот позиция, да, у вас, чересчур, я бы сказал, ну, как, заинтересованно, чересчур, вы чересчур вовлечены, и мужчины это чувствуют, а при депрессии это, если у него действительно депрессия, то при депрессии это... дает ощущение, ну, дает чувство, что, ну, такое ощущение, да, что ответственность давит очень сильно. Понимаете? И все это вот вместе, все это может сводить человека с ума, если, 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 вот очень важно этот момент понять, да, если у него действительно там вот, ну, если у него действительно что-то есть, если у него действительно есть какие-то проблемы. Ну, с цифры, да, и так далее. Вот. Такая вот история, на мой взгляд, здесь-здесь. Дальше. Так. Временно это безгранично, в рамках разумного, в конечном итоге само собой станет ясно, какой выбор был сделан. Слушайте, ну, опять же, вот у меня такое ощущение возникло, да, что вот вы вроде бы, ну, вроде бы все это сказали, вот. Вот. Но у меня есть ощущение, что вы сами не верите, вот, вы сами в это вот не верите, вы не верите в то, что это действительно так, все как, вот, вы говорите. Вот. 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 Вот такой мне вообще не важно никакого. То есть, вы это все сказали, ну, чисто вот, чтобы сказать, но вы не верите в это все. Вот. Потому что, ну, если бы вы верили, то вам, ну, не нужно было, мне кажется, вот эти вот слова использовать. Вот. Понимаете? Какая штука, какая штука. Вот. Вот. Ну, опять же, это, это вот, как, как видится на нее. Ага. Дальше. Касательно у меня отношение кажется, что я очень люблю его, а как это проявляется, знаю, что взаимно. Мне было очень тяжело в начале всего этого, но я согласно беру, как стараюсь мне рассказать в начале всего этого. Как, 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 как в начале всего этого, если, если он вам только сегодня сказал о том, что вы расстаетесь. То есть, как сегодня? Ну, вы извините, опять же, непонятно просто, что вы имеете, что вы имеете в виду. Вот. Не очень понятно, если честно, что вы имеете в виду. То есть, если он вам сказал об этом только сегодня, да? Что, как тогда? Как тогда вы можете испытывать в начале всего этого тяга? То есть, вот для меня этот момент не ясен. Дальше. Так. Значит, я действительно боюсь, что человек делает все это с собой, не сможет выигрывать. Это созависимость. Прочитайте про созависимость. И вместе с тем про треугольных Карпмана. Потому что мне кажется, что это, в частности, ваша история, ваш момент. Вы его спасаете. Скажите, что лучше делать в этой ситуации? Чтобы что? Делать, чтобы что? Почему люди даже в самых неплохих отношениях сходят с ума? Они никакой с ума. У них проблемы раньше, как у вашего мужчины. Проблема раньше... Проблема была до вас. Вот. Так что они в отношении никакой с ума. Вопрос в том, что... Почему вам тяжело пережить расставание? Чем это тяжело для вас? Вот этот момент нужно выяснять. То есть, чем для меня тяжело пережить расставание? Вот этот момент нужно действительно определить. Этот момент действительно очень-очень важен. Это уже и есть взятие личной ответственности на себя за то, что происходит сейчас. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Всё-таки отстранитесь, отдалитесь сейчас от своего мужчины. Да. И обратите внимание на себя, на свои чувства, на свои эмоции, на свои переживания. Мне кажется, это куда более важно, чем то, что вы писали. То, что вы хотите его спасти и спасти отношения. Вот. Человеку действительно нужно взять свою жизнь в руки. Человеку действительно нужно принять личную ответственность за то, что он делает. И тогда всё будет хорошо. Иначе он прав. Вы будете страдать и тратить своё время. Но ваши собственные желания, эмоции и страйки требуют разбора. Потому что очевидно, что у вас здесь есть сверхмотивация. А если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго, удачи и надеюсь, что ситуация разрешится должным образом. Продолжение следует. Чтобы потом regulate руководство. Продолжение следует. Продолжение следует.